Здравствуйте, с вами Анна, администратор сайта Винтерфору, и сегодня я продолжу рассказ о играх со словами для взрослых и школьников. Занимательный латынь. Прослушайте эти видео, даже если вы долетят иностранных языков, латынь в частности. Приведённые в этом боте задания имеют отношение скорее к литературе, нежели к красивому выразительному мёртвому языку. Латынские кроватые выражения, это поговорки, афоризмы, цитаты из классического произведения, мы часто встречаем на страницах любимых книг. Давайте вспомним их ещё раз, а заодно проверим свою зрительную память. Сначала лёгкое механическое задание. Дочерките три таблички по размеру первой вылечки белой клеткой, как показано ниже. Наложив опочередную табличку с буквами слева направо по строчкам, прочтите три известных изучений рисков оратора цицерона. Задание второе. Попробуйте подобрать перевод для свежих латинских кроватых выражений, соедините их попарно. Подсказка. Обращайте внимание на корни слов. Многие из них сохранились не только в лексике языков романской группы, но и в русском языке. Например, слово «фортуна». «Фортуна» Задание третье. Многие из нас носят имена латинского происхождения. Воспомнив пробел, прочтите восемь имён. Четыре мужских и четыре женских. Двигайтесь мощно как по часовой строке, так и против неё. Задание четвёртое. Закончите известнейшие латинские афоризмы. Задание «Рука руку». Следующее. «Хлеба» и «Третий день» и «Денье». Четвёртое. «Честь терник». Пятое. «Потомне друг, но». Шестое. «О мёртвых» или «Хорошу» или «Седьмой без гнива» и «Восьмой ничто не цветёт». «Девятое. Повторение». «Десятое. Горе». И в конце расписательный знак. Задание «Пятое». Переставь сотни местами, соберите три латинских афоризма о войне и победе. Подсказка. Первая буква первого слова набрана с жирным шрифтом. «Пятое». Сам был Ана, администратор сайта «Винтерфору». До свидания. До новых встреч.